Здравствуйте, здравствуйте! И как обычно, в этот потрясающий день у меня есть возможность поделиться с вами самым сокровенным, самым дорогим. Это тем, знаниями которыми я наполнена, и этими знаниями я буду делиться в рамках интервью с Александром Державиным. Как вы знаете, это книжный продюсер, и сегодня он является гостем моей студии. Мы поговорим, что такое экологичный человек. Фактически, это новая религия, как сказал Александр, когда ты являешься свободным и независимым, когда ты являешься человеком, живущим в раю, и весь мир для тебя – один единый дом, где все тебя встречают, все любят, и каждая страна – это как новая квартира. И вот я вижу Александра, дорогой Саша, я безумно рада видеть тебя, и ждала тебя целую неделю. Терина, я тоже очень рад. Мы продолжаем наши эфиры, и сегодня хотелось бы поговорить на такую тему, как мышление. Поскольку у человека происходит в жизни перестройка на каком-либо уровне, но в любом случае импульс эта перестройка всегда берет из головы. Поэтому очень важно понять вообще, с чего нужно начать, менять свой образ жизни, а точнее с каких мыслей. Вот можете такую тонкую тему, не очень однозначную, не очень, скажем, простую раскрыть сегодня? С большой радостью, Саша. Я знаю, что ты меня можешь раскрыть со всех сторон. Я тебе полностью доверяю. Готова раскрываться. Отлично. Смотрите, Катерина, я почему затронул эту тему? Потому что я сам прохожу этот путь и понимаю, что самым главным является эта мотивация, которая у человека, которая или есть внутри, или её нет, этой мотивации. Но импульсом для этой мотивации всегда являются наши мысли, наши суждения, наши ценности, которые тоже рождаются именно начиная с анализа, с размышлений. И после этого рождается уже какой-то выбор. Поэтому вот что делать, как быть, как поменять мысли, на которые влияют различные старые программы, установки, которые, в общем, сформировались когда-то давно в жизни. И сейчас, чтобы перестать есть мясо и начать есть морковку, для этого тоже должно произойти что-то в голове. Конечно, Саша, всё время нужно над собой работать. Дело в том, что такой подарок, как рождение человека, такой подарок, как судьба, как жизнь и проживание, он нам дан с кредит. То есть ты, когда получил какой-то дар, да, во-первых, ты его, конечно же, заслужил, безусловно. Это либо день рождения, либо ещё какие-то обстоятельства. Но дальше ты за этот подарок, ты должен ему как будто бы соответствовать. И за этот подарок, я сейчас, может быть, грубо скажу, рассчитаться на тонком уровне, как минимум. И что это значит? Ты получил этот божественный дар в виде судьбы. И дальше ты идёшь, 30% заложено уже кармически, 30% ты оптимизируешь каждодневным трудом, и 30% удачи тебе приходят, и трансформации как результат твоих заслуг, достижений. И каждый день нужно с собой работать, и с сознанием так же осознанно, как и с телом. Поскольку сознание, оно так устроено, оно очень критично, оно постоянно всё критикует, чем-то недовольно. И это процесс естественный, Саша, потому что нам это дано по природе для того, чтобы мы трансформировались, чтобы это как такой маленький стимул внутри тебя, который постоянно тебе говорит, давай иди дальше. Но работая с собой, мы уже начинаем формировать новые нейронные связи. И уходят страхи. Если тебе недостаточно осознанности, чтобы себя самостоятельно проработать, ты обращаешься к тем специалистам, у которых, скажем, сформированы такие нейронные связи, и они более успешны именно на этом поприще, именно на этом пути. И именно поэтому, Саша, я, как и ты, не скуплюсь на самообразование, я имею в виду на самопознание и на специалистов, которые в этой области достигли результатов. Тоже постоянно что-то изучаю. И я всегда в состоянии ученицы пребываю. И даже сейчас, вот просто удивительно. Саша, знаешь, чему я сейчас обучаюсь? Ты говоришь, Катя, вот я хожу на такие прекрасные курсы, а я обучаюсь уборке. Как правильно дома убираться? Дело в том, что у меня есть такой курс, и я его провожу в рамках семейного консалтинга, который называется, так и называется, коучинг семейный консалтинг от Kate Spirit. И туда входит расхламление пространства, сознания и, соответственно, высвобождение новой энергии. И когда я прихожу в дом, в большей степени они очень сильно заставлены. И вот всё это отнимает огромное количество энергии. И дом как будто бы новый, а уже, знаешь, вот какими-то ненужными вещами захламлён, и в нём как будто тесно. Так же и в личности. Очень важно обновляться. Не захламляться, обновляться и идти вперёд. Соответственно, я сейчас беру уроки, как правильно дома вытирать пыль, какие средства экологичные для ванной комнаты и так далее. Казалось бы, такие мелочи, но на самом деле, когда ты погружаешься в это, и чтобы действительно эффективно и быстро наводить чистоту в доме, тоже должна быть система, должен быть алгоритм. И я хочу эту систему встроить в образование женщин. Когда я готовлю женщин, американцы так говорят, to be in capacity of wife. Быть, capacity – это быть супругой. То есть как быть эко-супругой, которая может легко создать атмосферу и пространство, баланс и чистоту вокруг себя. И вот чтобы это делать по мгновению ока, по щелчку пальца, этому тоже нужно обучаться. И сейчас я тоже это осуществляю. Это безумно, Саша, интересно. Но, Катерина, вот сейчас разговор всё-таки мне бы хотелось переключить в русло старых программ и старых привязанностей, старых привычек, которые, например, человека, с одной стороны, он к ним привык, на то и она и привычка, и она очень сильно влияет на образ жизни. С другой стороны, эта привычка – это же его и ограничение. То есть человек для того, чтобы расширять своё сознание и двигаться на новый уровень мироздания, и понимать то, как устроена материя вокруг него, что она очень многомерна, и что в этой материи очень много вариантов реальности, которые он может реализовать благодаря тем целям, потребностям души, которые звучат в нём, то ему очень важно пересматривать уже сформировавшиеся программы в его жизни. И основой этих программ являются установки убеждения и привычки. Вот что делать, когда стремление души есть у человека двигаться дальше, а вот этот груз, эта грязь, ну можно так сказать, если мы берём метафору уборки, она не видна, и человек она устраивает. Хорошо, я приведу два примера, которые со мной на данном этапе происходят. Два прекрасных мужчина, которые находятся у меня в коуч-программе, у одного ниже следующая проблема. Он выпивает, и он не считает это зазорным, но явно ему это мешает. И что он декларирует? Вот вечером, когда он созванивается со своей командой, даёт распоряжение, он просто рядом с ним стоит бутылка какого-то алкогольного напитка, и он его распивает и даёт указания. И таким образом он говорит, я и расслабляюсь, и общаюсь, и потом звоню уже друзьям. И я ему предложила в этот момент вечером, когда ему нужно бы, говорится, дать распоряжение, пойти гулять со мной по парку, просто пойти гулять по парку. На что возникло жуткое сопротивление, что у него больные колени, что у него артроз, артрит, и вообще ему доктор запретил ходить. Я говорю, конечно, доктор запретил ходить, алкоголь разрушает суставы, а доктор видит, что происходит с телом, и доктор, давайте вместе прогуляемся. И мы стали с ним вместе гулять. И ты знаешь, Саша, он перестал выпивать, потому что, когда ты идёшь, ну, с бутылкой идти неудобно. Когда ты идёшь, ты можешь, в принципе, разговаривать. Сначала я его просто поддерживала в этой беседе, чтобы ему было интересно, какие-то упражнения добавила. А сейчас, вплоть до того, что когда ему снова хочется автоматически выпить, а почему выпить? Чтобы разгрузить ум. Ему на самом деле нужно получить удовольствие. Во-первых, он получает удовольствие от общения, а второе, расслабить мозги. И вот когда он идёт, у него мозги расслабляются. Сначала это более высокочастотное удовольствие, и поэтому к нему нужно приучить. То есть вот он помнит, что алкоголь ему давал расслабление, а тут прогулка. Так вот сейчас он гуляет три раза в день. Три раза в день. Утром днём, прямо в самый пик дня, когда есть оказия с часу до двух. И мы гуляем вечером с девяти до десяти. И он перестал выпивать. Он говорит, Катя, вы знаете, у меня КПД дня настолько сильно возрос, я стал так много успевать, потому что я перестал, я стал меньше спать, я перестал брониться, ругаться, у меня более трезвое мышление, я стал быстрее думать. Ну, конечно же, потому что алкоголь отнимает огромное количество ресурса и потенциала человека, очень сильно закисляет и мозги, и тело. И он говорит, более того, у меня физическая форма стала лучше. Вот буквально этот пример произошёл за месяц, за месяц. Он уже гуляет без меня. Следующий пример. Жуткое ожирение. То есть мужчина, ему всего 60 лет, у него жуткое ожирение. И он говорит, Катя, вы знаете, я великий мыслитель, у меня много компаний, и когда я думаю, не могу не есть, у меня расслабляются мозги таким образом, через еду. На что я предложила ему сначала заняться йогой. Я говорю, как только вы начинаете чувствовать напряжение в голове, давайте делать вместе асаны. И вот, ты знаешь, он может сделать только три асаны максимум. Но я весь день его сопровождаю. Как только я вижу, что он срывается на бутерброд, я его сопровождаю. Дальше он говорит, когда я ем, я не наедаюсь. Я говорю, конечно, давайте добавим такую приправу в виде асаны, в виде прогулки. И тоже начинаю, присматриваюсь, что ему подходит. Ходить он не может. Я посадила его на велотренажер. Дома купили велотренажер. И ты знаешь, ездить ему нравится, крутить педали и работать ему нравится. И он перестал есть в таких объемах. И сейчас жировая масса стала уменьшаться. Стала уменьшаться. И он, во всяком случае, я ему перебрала весь холодильник, убрала оттуда весь глютен, от которого растет именно жировая ткань. Вот тебе привычки. То есть смотря относительно чего ты хочешь перестроиться, всегда ищи тех людей, кто гуру в этой области. Но привычки меняются и уровень сознания тоже. И ты знаешь, Саша, раньше, когда я была маленькая, я была очень-очень трусливой, боязливой. Что бы ни случилось, мне казалось, что, боже, боже, это несчастье грядет несчастье. А сейчас, Саша, чем экстремальнее ситуация, тем больше у меня возбуждение. Ты знаешь, вплоть до того, что я сама уже с собой так играю. Мне хочется экстремала, потому что я знаю, какое количество потенциала оно из меня выдворит. Это как задержка дыхания. Почему я делаю пронояму? Я искусственно накапливаю в себе углекислый газ. Казалось бы, если не хватает кислорода, человек умирает, а я сама осознанно себя кормлю углекислым газом. Для чего? Для того, чтобы он простимулировал все реакции внутри тела. Понимаешь? Углекислый газ, который активизирует кислород, а кислород активизирует все реакции внутри тела. И за счет этого улучшается метаболизм. То же самое и в жизни. Как я говорю, чем хуже, тем лучше. Чем экстремальнее ситуация случилась в моей жизни. Допустим, ну вот все что угодно. Не дают визу. Там что-то, потеря какая-то. Партнер оставил. Все. Тогда у меня фокус внимания идет туда, и там происходит такая феерия, которую бы я еще 10 лет преобразовывала. Я поэтому действительно любую экстремальную ситуацию могу трансформировать. Даже с телом я рассказывала, что сломав сустав на теле, я получила гиперсенсорику по отношению к чувствованию к другим телам. Гиперсенсорику. То есть я теперь, я так испытала боль, что теперь боль другого для меня как моя собственная. И это ситхи, это сверхспособности. Более того, еще есть путь, как это заживлять, как с этим работать. И это дает мне определенный статус как целителю, потому что я могу провести других экологично с результатом. А результат мой результат. То есть я полностью исцелила себя, значит я и других могу привести к этому. У меня уже есть эти нейронные связи. Поделиться ими мне за счастье. Потому что самое большое счастье для человека это быть полезным другим. Вот смотрите, Катерина, вы получается прямо вот если говорить о вашем образе жизни, да, то есть вы прошли определенный путь, это занимает определенное время. И конечно ваш образ жизни это как определенного образа акции, как акции протеста тому, как люди живут. Ну потому что большинство не живут так, как живете вы. И это очень сильно может привлекать внимание других людей. И они могут говорить, ну да, у нее нет семьи, у нее нет детей, нет забот, заедать нечего, проблем нет. И поэтому она может себе так позволить. Вот были ли комментарии в ваш адрес? Саша, у меня семья... Такие экстремальные комментарии. для меня, Саша, для меня семья это мой бизнес. Дело в том, что в астрологии бизнес и семья это один дом отвечает за реализацию. Что для меня такое бизнес? Я создаю коллектив, я создаю платформу, я создаю коллектив и в этом коллективе формирую определенную атмосферу и отношения. А дальше оно само развивается, как в семье. То есть мама может дать совет ребенку, но кем он будет, она не знает, потому что очень много факторов внешних. Так же и я. Я интуитивный. Допустим, у меня есть определенные желания родить ребенка. Что такое ребенок? Опять с точки зрения астрологии. Дети, идеи и проекты. Это один дом, это одна энергия. Ты можешь воплотить свою идею как ребенка, а можешь создать какой-то проект. И именно поэтому у меня огромное количество проектов. И допустим, у меня как у женщины есть желание родить. Я думаю, боже, как я бы хотела вот такого ребенка, как, например, журнал Альманах, и писать о выдающихся людях, и с этим журналом путешествовать, писать свои заметки относительно экологичных мест, относительно пути развития. Как было бы здорово. Но! Одно маленькое но. Я не умею писать. Я не умею писать и не люблю писать. Но было бы здорово, если бы был такой прекрасный журнал. Кто же мне для этого нужен, подумала Катюшка. Ну, конечно, чтобы родить ребенка, нужен мужчина. И тут я нашла такого мужчину, и зовут его Александр Державин. Я думаю, ба, какая прелесть! И теперь всячески вынашиваю этого ребенка, вот забеременела, и теперь вынашиваю, и такое удовольствие получаю. А дальше создаю платформу для того, чтобы он родился, и у него было все для благополучного роста и развития. То есть приглашаю людей, экспертов, веду переговоры с выдающимися деятелями, которые бы могли быть приглашены в этот журнал. Мне очень нравится вынашивать ребенка от гениальных детей, от гениальных мужчин. Но в отличие от других прекрасных леди, я не могу ограничиться одним ребенком, у меня слишком много энергии и слишком много мужчин, которыми я восхищаюсь, вот этих творцов, этих богов, талантливейших, талантливейших. Как? Я как женщина, моя задача помогать прекрасному гению мужскому, и для меня это огромное счастье. Я в этом никогда не остановлюсь. Екатерина, я рад, что у нас скоро будет ребенок. Да? Да. А как я рада, Саша, я так его хотела. Я столько лет за тобой по пятам ходила. А теперь мы счастливее все человечество этим изданием. Да. Отлично. У нас ребенок будет индиго. Он будет и онлайн, и оффлайн, и в соцсетях представлен. отлично. Да, такой ребенок будет интернациональный. Конечно. С двойным гражданством, кстати. К тому времени, наверное, у вас уже будет вид на жительство, и есть вероятность, если на территории Америки, то у него будет только с двойным гражданством. я ими для этого сюда и приехала, чтобы родить его здесь. Да. Конечно. Это очень важно. Конечно. Я старалась. Все продумано. Вот смотрите, все-таки привычки, да, вот привычка, это, как вот вы считаете, человек имеет какую-то привычку. Есть там бутерброды, это одно, пить алкоголь, это другое, например. Ругаться, брониться, еще тебе расскажу одну привычку. Вчера опять-таки еду вчера с прекрасным, прекрасным, потрясающим бизнесменом, очень известным, признанным, социально активным. И ты знаешь, все так красиво, помпезно, нас охрана посадила в машину и мы. Такие всеуважительные друг к другу, такие воспитанные. Что ты думаешь? Тут позвонил нечаянный телефон и этот бизнесмен снимает трубку и начинает ругаться такой бранью, такими уникальными словами, которые я нигде и не слышала. Я к нему и поворачиваюсь и говорю, боже, какая прелесть, а что это за язык? Я вот не поняла ни одного слова. Хотела вам помочь советом, но ничего не поняла. Говорю, но уверена, что результат этой встречи был прекрасен и это еще больше вас воодушевило на созидательные жизни и проживание. И ты знаешь, его это немножко осекло и дальше я стала с ним весь день общаться и на любое его грубое слово комментировала. Комментировала, переворачивая это слово. Допустим, он говорит какую-то грубость, а я ее трансформируя пыталась обыграть так, что я не знаю этого языка, но, наверное, вы восхитились этой ситуацией. И ты знаешь, потом он стал мне подыгрывать. То есть, потом он уже, когда произносил матершинное слово, потом он говорил, Катя, это во благо, я имел в виду, что да здравствует солнце. Я говорю, о, потрясающе. И мы стали с ними играть, как будто, когда он говорит грубость, я его не понимаю, когда он бронится. И я его прошу перевести, но заведомо даю ему сценарий развития. Я говорю, о, допустим, вот он ругается, да, вот на дороге, да, это так, и вот так, и вот так, и вот так. Я говорю, о, вы, наверное, прекрасный мужчина, который повернул только что, немножечко вам помешал, и поэтому вы говорите себе, что же мне делать, чтобы не раздражаться на поворот этого мужчины? Верно я вас поняла? И он ко мне поворачивается и говорит, да, Катя, вы поняли меня верно. И вот такая игра, которая, с одной стороны, и смешит, и муста, и он более осознан в выборе слов, которые использует, соответственно, перестаёт брониться, ругаться и использовать огромное количество странных слов, которые действительно засоряют и пространство, и ум, и, скажем так, раздражают окружающих. Представляешь, если в твоём поле кто-то неистовым образом бронится и сквернословит, и осуждает всех вокруг. Это очень тяжело. И для того, чтобы этого не было, ты начинаешь это обыгрывать. Видишь шутки, лучше видишь шутки, потому что говори, ах, не бронись, не работает. Лучше подыгрывай, обыгрывай. И вот так вот искусно женщине это, это естественно. Для женщины это естественно. Вот есть такая привычка у людей, которая называется разделение. Когда человек считает, что он, например, относится к какому-то определённому племени людей, а другие люди это, в общем, не люди. Ну, потому что они ещё не выросли, не выросли сознанием, и вот это непринятие, оно очень сильно выражается. Ну, есть вообще как бы такое плебейское поведение у людей, когда там брошка Шанель, и в итоге там дама себя ведёт уже каким-то определённым образом. То есть, эта брошка Шанель сильно очень транслирует, влияет на её намерение вести с другими людьми по-другому. То есть, она уже этот мир не принимает. Вот эта привычка или это вот мотив поведения, который то ли это урок, то ли это порог человеческий, когда люди начинают себя отделять. То есть, вот если человек присытился каким-то материальным планом, он достаточно богат, обеспечен, то он старается не пересекаться с определёнными людьми, потому что считает, что эти люди, они как бы другого сорта, другого уровня, социального, другого состояния. И я эту же тенденцию наблюдаю среди людей, которые занимаются духовными практиками. Вот я почему привёл пример, ну ладно, бог с ними, материальные люди, которые из, скажем так, из грязи в князе, понятно, это синдром бедности, он так транслируется, это очень... На самом деле, Саша, я могу объяснить это на уровне энергии, в этом нет ничего предосудительного, абсолютно. Если ты приведёшь пример, мы можем его чётко очень разложить. Вот больше меня, наверное, волнует пример, когда люди занимаются очень много лет, например, йогой или какими-то духовными практиками, или практикуют, например, сыроедение, вегетарианство, то эти люди, я просто бываю очень много в этих сообществах, они себя начинают отделять. То есть, вот есть такое понятие, да, энергия единства. И есть люди, всё-таки очень редкие люди, я их мало встречал, у меня есть на то примеры, которые органично чувствуют себя при всей своей материальной, духовной состоятельности, они очень органично себя чувствуют в любом обществе, в любой локации, где бы они ни оказались, будь то бомж или президент, они находят своё устойчивое, комфортное положение, при этом они не напрягаются, не выражают критику, оценку и сравнение, они не разделяют, а значит, они не порождают стресс и негативные волны, и они вот очень, скажем, принимаемы. А вот большинство, там, да, вот всех, кого я видел, ну, мне, видимо, так плохо везло, вот особенно духовные люди, которые выросли на определённый уровень, они начинают жить в энергиях разделения. Саша, это происходит лишь потому, что им не хватает определённого качества вибраций, и пока они не добрали там энергию, они в этом пребывают, они имеют на это полное право. Посмотри, ты сказал, что да, конечно, есть разный социальный уровень, есть разного качества энергии, как чакры. Допустим, если взять Муладхару, она неплохая, не хорошая, мы знаем, за что она отвечает, за иммунитет и определённая страна и народность, которую она пульсирует, это в первую очередь, это афроамериканское население, у них очень сильная физика, ты посмотри, какие они выносливые, как они бегают, какие у них сильные ноги, это лучшие бегуны мира. И разве мы можем говорить, что красная чакра, самая первая Мула Банха, она плохая или хорошая? Да за счёт неё, за счёт её иммунитета питается всё тело. Но, конечно же, эта чакра не про высокие духовные материи, она не отвечает за творчество, за познание себя. Она просто, функционируя хорошо, даёт огромный ресурс физическому телу. И вот я сейчас тоже общаюсь очень много с афроамериканским населением, поскольку живу в Америке. Конечно, Саша, я никогда не буду с ними особо философствовать на предмет каких-то религиозных левоззрений. даже среди них есть очень утончённые творческие личности. Но я с ними, конечно, говорю на их языке. Они очень радушные, тёплые, они зато очень коммуникабельные, сильные, выносливые. И даже сейчас, когда я открываю пространство эко-спейс, эко-тело-ретрит на территории бани, ты представляешь, Саша, кто мне помогает там носить мебель? Девочки, девочки, афроамериканские девчонки, они настолько сильные, настолько выносливые, что, представляешь, я к ним обращаюсь, говорю, девочки, тут диван посреди зала, кто же нам его унесёт на догрузчиков покупать, заказывать, какая-то служба, муж на дом. Они говорят, что за муж на дом? Мы сейчас всё уберём. И они тягают эти кресла, и я готова на каждую молиться как на божество. Потому что вот такая у неё физическая сила. Понимаешь? И то же самое. То есть, и так с каждым человеком. И в то же время, Саша, я одновременно общаюсь с очень высокопоставленными людьми, которые известны на весь мир. И это и президенты, и их семьи. И здесь люди, на самом деле, они очень демократичные. Очень демократичные. Но они закрыты, потому что социум подразумевают определенные правила и каноны. Но внутри них нет никакого высокомерия, я считаю. Во всяком случае, как я это вижу. Вот, наверное, так. И на самом деле, когда ты себя ограничиваешь в чём-то, есть первая причина. Либо ты насытился в этой области, это первое. Либо ты просто ещё ограничен и не расширился так, чтобы быть всеобъемлющим. Понимаешь меня? Поэтому люди, которые себя взращивали и прошли с низкого социального уровня, им сейчас не хватает верхних вибраций. И поэтому они не готовы спускаться, потому что им нужно идти вперёд. А те, кто родились уже на высоком уровне, они могут расшириться, чтобы быть всеобъемлющими, чтобы взять в себя и, как я сказала, нижние энергоцентры, и нижние, и быть продуктивными и для нижних социальных уровнях, и поглощать собой верхние. Понимаешь? Вот когда человек снизу вырастает наверх и становится всеобъемлющим, на какой-то момент, когда он растёт, ему, может быть, нижние уже энергоцентры не нужны, чтобы сформироваться на верхних, чтобы простроить вот эту аджню, кто я, зачем я, в чём моя миссия. А потом ты становишься всеобъемлющим и думаешь, как помочь тем, кто ниже меня, как помочь тем, кто идёт за мной. Вот у меня, Саша, моя жизнь яркий пример тому. Я родилась в достаточно скромной социальной семье, в сибирском городе, в котором, кроме зон и тюрем не было ничего, ни одной галереи. И, будучи в таких условиях, для меня это было большим стимулом трансформироваться, получить образование, переехать, стать человеком мира. Родители мне не могли позволить ничего, ни путешествия, ни образования, где бы я хотела. Я всё смогла создать для себя сама. Но я тебе хочу сказать, мне для того, чтобы дойти до высокого уровня сознания, я должна была концентрироваться всегда на более высоких вибрациях, идти вперёд, заниматься духовным развитием, делать медитацию, випассану, идти к пранаедению и так далее, общаться с умными людьми. Но сейчас, когда я это уже прошла, я могу создавать и благотворительные фонды, и какие-то социальные движения поддерживать, и создать издательскую деятельность, писать журналы, делиться своим путём и путём тех людей, которые достигли многого. И на базе этой платформы меня уже признают те высокопочтенные люди, которые по карме родились уже в высоком социальном статусе, с большими-большими возможностями. И они тебя воспринимают на равных. И для меня это большая честь и радость. Но в то же время я очень дружу с афроамериканскими девчатами, потому что иначе кто же мне построит пространство эко-спейс? Иначе негде будет заниматься йогой, если никто не подведет диван. Понимаешь? Но инвесторов я нашла, поскольку, как ещё раз говорю, когда человек чего-то достиг, его уже на том уровне, где он пребывает, встречает как своего и все поддерживают, все помогают. Это огромное счастье. И это каждому доступно, каждому, Саша. Ну здорово. Ну, смотрите, Катерина, здесь вопрос о том, что человек к этому приходит через, скажем, через какие-то свои определённые жизненные программы. вот вы говорите, человек уже воплощается в какой-то карме, то есть в каком-то уже он воплощается в статусе. То есть вот вопрос, всё-таки он воплощается или он приобретает этот статус? Каждый человек, и ты имеешь в виду, та карма, та судьба, которую мы получили, мы её заслужили. Но дальше мы её проживаем, и мы, конечно же, трансформируемся. Мы, проживая жизнь, получаем статус. И либо духовный, социальный, материальный. Да, конечно. Да, конечно. А как же, это и есть результат нашего пути? Но это же очевидно. Мы уже можем задачи решать быстро и обрастаем связями, и финансовыми возможностями, и ментальными, и социальными. Это же так естественно. Это же естественный порядок вещей. И те, вот ты сказал, те гуру, которые многого достигли на пути самосовершенствования, но не зашли в каких-то вопросах к обычным людям, которые не совсем их понимают. Это лишь потому, что они ещё не добрали вибрации, не добрали плотности. Но совсем скоро им захочется этим делиться, и они станут вот этими всеобъемлющими сосудами, которые понимают, что счастье — это быть полезным людям. Вот так оно происходит. Это сто процентов. Со мной было то же самое. Со мной было всё то же самое. Екатерина, скажите, возвращаясь к теме вашего поведения, именно поведения, поскольку вы блогер, и вы поведение от слова «ведение», то есть вы ведёте за собой людей, деклорируя и показывая определённый образ жизни. Вот вы всё-таки пытаетесь ломать те имеющиеся устои относительно образа жизни, питания, дыхания, движения, вот все темы, которые мы с вами поднимали, разбираем в нашем сериале относительно семьи, относительно отношений, секса, денег, или вы всё-таки трансформируете? Вот есть в этом какая-то грань? Ломать и трансформировать? Или всё-таки основой трансформации является что-то сломать? Саша, ты прав, ломать ничего не... Ломать – это грубый подход, он не экологичный, а трансформировать – да, конечно, и всё это происходит через кризис, трансформация любая. Да, Саша, но, понимаешь, главное, чтобы ты был счастлив, если результат твоей жизнедеятельности – это счастье, то за тобой люди тянутся, я не ломаю, я по большому счёту никого не зову за собой, я просто живу, я просто живу, и людям откликается, от чего я такая счастливая, от чего... Почему у меня так много мужчин и женщины, которые... Я о которых консультирую, они говорят, Катя, вы знаете, у меня такой кризис, такой несчастье, и плачет, понимаешь, что-то она заплатила за консультацию огромные деньги, целый час плачет, декларирует, что у неё нет мужчины и некому позаботиться, а я сижу и думаю, Боже мой, мужчин-то в этом мире больше, чем женщин, и всем им нужна женская любовь, а я женщина, я обожаю любить мужчин, потому что что ещё может быть больше, ведь женщина – это зелёный цвет чакры, для нас очень важно о ком-то заботиться и любить, и когда я вижу талант мужчины, Господи, мне так хочется за ним поухаживать, знаешь, Саша, у меня совсем недавно была такая идея, вот тот коучинг, который я провожу мужчинам, и когда я приезжаю к ним в дом, и неделю провожу вот эту структуризацию пространства, от уборки дома до уборки в их голове, кто-то меня приглашает на неделю, кто-то на месяц, в зависимости от программы, так вот я подумала, если я приеду в Москву, то только при одном условии, что я буду жить у Саши и проводить ему такой коучинг, Саша, только у тебя хочу, представляешь, это единственное условие, на которое я вернусь в Москву, я думаю, ну мне так хочется для Саши сделать вот все самое ценное, что есть во мне, передать Саше, потому что он, он просто потрясающий, он просто изумительный, и, Саша, ты знаешь, и на самом деле я так отношусь к любому своему ученику, клиенту, с которыми, с которыми взаимодействую, я им проникаюсь, соностроюсь, иначе результата не будет, если я на него не настроюсь, как на любимого мужчину, как на прекрасного супруга, тогда результата не будет, а тогда мне неинтересно это делать, если нет результата, и, соответственно, представляешь, какая, вот я всю жизнь этим занимаюсь, представляешь, сколько у меня в кавычках мужей, вот этих эко-мужей, эко-муж для меня это божественный мужчина, творец, которого я уважаю за то, что он несет этому миру, понимаешь, и как же можно грустить, а сколько не облюбленных, боже мой, сколько не облюбленных, а она сидит и плачет целый час, что ее никто не любит, да ты пойди, сама полюби, она говорит, я не знаю, как любить, что ему от меня нужно, да просто сядь и делай ему массаж стоп, она, я не умею делать массаж стоп, я думаю, а что ты умеешь, что ты умеешь, рассказывай, она говорит, вязать, я говорю, вот вяжи ему кофту, носки, трусы, садите, делай созидательную работу, то есть, так оно происходит, поэтому ограничить, когда ты духовно растешь, энергетически, когда у тебя тело в ресурсе, конечно же, в твоем поле появляется много созидательных людей, которые говорят, Катя, ты можешь и мне помочь, и мне помочь, и я говорю, конечно, ребята, давайте работать в коалиции, давайте сотрудничать, это потрясающе, поэтому я не могу себя ограничить одним супругом, у меня в каждой стране свой супруг, и, боже, Саша, нельзя себя ограничить одной страной, сказать, так, все, я родился в Москве, всю жизнь в ней проживу, ты можешь там прожить, да, конечно, это не зазорно, но Земля, весь мир, планета, она такая большая, люди такие разные, и с каждым ты расширяешься, с каждым ты становишься вот этим всеобъемлющим, Сашечка, здесь в Америке так прекрасно, здесь, понимаешь, правда, она рассредоточена, и американцы, это лучшие бизнесмены, это бизнесмены, которые выкристаллизовывают бизнес до совершенства, и именно здесь этому нужно учиться, именно здесь, но здесь не хватает вот такой духовности, как в России, где люди, знаешь, им даже денег не надо, вот они любят философствовать, вот для них очень важна там глубина познания, чего-то, вот здесь в Америке этого нет, здесь как-то все очень логически, но зато здесь потрясающие бизнесмены, просто потрясающие, и я, Саша, думаю, что мы перевезем эту духовность из России на территорию американского пространства, сможем из этого сделать такую идеальную бизнес-концепцию и подарить это людям, так, чтобы это работало и могло реализоваться на всю планету. Ирина, вот такой, знаете, вопрос, поскольку мы сегодня коснулись очень важных аспектов, что касается концепции жизни, вот хотелось узнать, какой религии вы придерживаетесь? Потрясающий вопрос. Ты знаешь, Саша, мне, в принципе, все те религии, с которыми я за 40 с лишним лет соприкоснулась, мне нравятся все. Мне нравится иудаизм, я хожу на Шаба, и среди моих родственников очень много иудеев, среди моих... А кто такие родственники? Мои бизнес-партнеры, это мои родственники, моя семья. Я сейчас здесь, в Америке, хожу на занятия кабалы, и мне очень нравятся лекции, они потрясающие, в них огромное количество ценной информации для моего, даже для моего духовного роста. Когда я была маленькая, мы с мамой все время ходили на причастие. Я никогда не... Когда я в Москве, я стараюсь посещать пуджи, я хожу на различного рода кришнаитские, песнопения, какие-то торжества, я живу в буддийских монастырях, я беру лекции по теории конфуцианства. Я даже не знаю религии, которые бы мне были неинтересны. Я изучаю Блаватскую, изучаю Канта. Мне просто вот настолько все интересно и органично, и я в каждой философии, будь то религии или какое-то движение, течение, сектанство, я беру оттуда какую-то суть, какую-то правду, которая мне резонирует и которая мне нужна для моего собственного формирования духовного роста. И по сути являюсь человеком всеобъемлющим. Мне нравится все, что мне органично и подходит. Но в то же время я себя их догмами не ограничиваю. То есть как только в какой-то религии меня начинают ограничивать и говорить, Катя, вот одень парик, либо вот каждую субботу ты не работаешь, если мне это не органично, внутренне, я не буду это делать. И когда в православии говорят, что йоги не ваши люди, на этот момент для меня это перестает существовать. То есть я беру в православии то, что мне органично, но как только меня начинают ограничивать, я свободна от этих ограничений. И, соответственно, вот такая эко-религия это всеобъемлющее отношение ко всем религиям, толерантности и принятия. И мы берем только то, что нам гармонично по уровню сознания, по вибрациям, по вибрациям. Я беру то, что мне органично по вибрациям. Когда я вырасту из этого, я еще расширюсь, еще что-то новое возьму. Катерина, вот смотрите, а если бы вы создали, предположим, свою религию, которая бы называлась Эко-спейс, то на каких бы заповедях она основывалась? Ты знаешь, на каких заповедях? Да на самом деле все заповеди уже прописаны во всех религиях. Они мне все нравятся, они мне все органичны. Мы можем разобрать, мы можем прямо взять все семьи, пройтись по ним, и я тебе скажу свое чувствование. И понимаешь, Саша, правда, она внутри тебя, она не вовне, она внутри тебя. И дальше относительно своей правды, когда ты видишь внешняя ее реализация, даже те физически прописанные заповеди, ты их читаешь и прочитал органично, значит, она твоя заповедь. Следующую прочитал и думаешь, ага, мне кажется, ее духовно перерос, она мне либо пустая, либо она мне в некой степени претит. Все. Вот, допустим, я читаю такую заповедь и не убей. У меня даже мысли так не ровно, что значит убей, кого убить. Я так не думаю, значит, мне эта заповедь на данном этапе жизни не нужна. пропускаем параграф, идем дальше. Вот, вот мои заповеди. Это то, что я чувствую или тот отклик, который я вижу вовне. Как я могу убить, если, для чего мне кого-то убивать? То есть, у меня даже желание такого не возникает. А вот полюбить, это неистовое желание 24 часа в сутки. Да поэтому, правда, она внутри тебя, но ты ее формируешь на базе осознанного жизни проживания, каждодневного труда со своим телом, сознанием, духом. Вот это потрясающе. А дальше ищешь отклик. Кто тебя может поддержать? Религия, духовный наставник, коуч, психолог, эзотерик и так далее, и так далее. Может быть, твой твенер по физкультуре, твой йога-тичер. Вот все, что доверяй себе, Бог внутри тебя. И ты идешь на отклик, что резонирует? Вот на что резонирует, то ты и заслужил. Такого духовного наставника ты и заслужил. И бывают такие случаи, когда ко мне приходят ученицы и говорят, ай, Катя, допустим, я связалась с каким-то, допустим, партнером, а он меня ограбил. Да он твой учитель, он твой духовный учитель. Ты на том уровне была соответствующей этому учителю и этому уроку. И ты заплатила за этот урок, он стоил столько-то, столько-то денежных средств, сколько ты потеряла. Поблагодари судьбу за это и вынеси то правило, которому, за которое ты заплатила. жизнь, жизнь, она тотально справедлива, она тотально гармонична, она любая ситуация, которая тебе кажется несправедливой, она несправедлива только относительно твоей зашоренности ума. Но если ты расширишься, ты поймешь, насколько она гармонична и созидательна по отношению к тебе. Это просто потрясающе. И так все. Вот даже буквально на днях меня попросили проконсультировать человека, который онкологический, который болен, у которого рак. Рак сейчас скажу чего, желчных протоков. И мне сказали, Катя, ну иди, ты же коуч, ты же духовный наставник, целитель, иди его полечи. На что я сказала, вы знаете, я так счастлива, что он получил тот урок, который хотел, ведь он этого хотел. Я ему не нужна, ему нравится быть в том результате, который он хотел, потому что если бы я была ему нужна, он бы меня уже пригласил в свою жизнь. Он меня знает, и я ему предлагала свои услуги, но ему они не откликнулись, потому что ему этот урок не нужен. То, в чем он пребывает, для него сейчас самое лучшее. мы имеем то, что заслужили. И ты знаешь, Саша, дальше я сделала регрессию на этого человека, и я даже тебе больше скажу, мы сделали с ним вместе регрессию, посмотреть, откуда у него это заболевание, и почему он так страдает, пребывая вот как раз в таком, ну, назовем это, дисбалансе в теле. И ты знаешь, когда мы сделали регрессию, мы там четко увидели, что в прошлой жизни он сотворил некое деяние, за которое сейчас расплачивается. И более того, он должен был уже к этому периоду жизни покинуть жизнь, но он продолжает жить, только лишь потому, что он духовно над собой работает. И он сказал, я хочу преодолеть, я хочу очиститься, я хочу стать более осознанной личностью, и я готов это трансформировать через то заболевание, которое внутри меня. Я хочу познать себя глубже. Понимаешь, он сам себе выбрал этот урок, этот путь, и если ему нужна моя помощь, я приду, но он должен меня позвать. Навязывать я никому ничего не, мне навязывать ничего не следует. Как религию. Я и есть религия, я эко-человек. Если тебе органично, будь им, но я никому навязывать не могу, потому что это неэкологично. Ну, по сути дела, вы озвучили вот эти три заповеди, которые сейчас озвучали, то есть тотальное принятие жизни, это умение видеть суть того, что происходит с тобой, и желание всё время развиваться. Если коротко, кто захочет послушать книги, мы это распишем более подробно. А сейчас будем двигаться дальше. И смотрите, Катерина, вот хотелось уточнить, всё-таки вы затронули вопрос независимости и свободы, вот эти два понятия, да, то есть человек, вот чем отличается независимый человек от свободного человека? Вот вы кем себя считаете, независимым человеком или свободным? Сашечка, а можно быть всеобъемлющей, быть и независимой, и свободной? Ну, наверное, да, но просто для меня понятие независимой содержит в основе слова зависимость, да, то есть человек ушёл от каких-то зависимостей, но при этом он ещё остаётся несвободным, а вот свободный человек, он обладает степенью выше своих потенциалов, чем независимый человек, то есть вот независимый это определённая ступенька к тому, чтобы подняться на уровень свободы, то есть человек, который свободен от каких-то программ, стереотипов, инстинктов, то есть человек свободный, это человек, который находится в такой крепости духа, что он способен управлять своим внутренним и внешним миром, да, но при этом позиционируя себя как человеком свободным, я тоже от каких-то внешних обстоятельств зависима, будучи независимой, я тоже завишу, а вот каких-то внешних факторов и природных, и климатических, и людей, с которыми у меня есть определённые договорённости, это наш духовный путь, это наш духовный путь, но они не должны тебя ограничивать настолько, что ты что тебе это мешает, тебе это должно развивать, тебе, тебе, вот в чём разница, тебя это должно развивать и радовать, понимаешь, если есть какие-то обстоятельства, от которых ты завишешься, что оно тебя просто наполняет и даёт тебе ещё больше ресурса, вот допустим, я сейчас пребываю в Америке, конечно же я завишу от правил, от американского законодательства, от налогообложения, но выполняя эти обязательства я духовно трансформируюсь и стою более образованной, более грамотной и в этот же момент более свободной, потому что я это приняла в себя и трансформировала свою свободу. Оно, эти два понятия, они очень связаны, они, ими можно играть вот и при этом важен результат, результат, твоё расширение, бесконечное расширение, это изумительно. Есть такая игра Лила, духовная игра, каждый ход тебе даётся, на каждый ход тебе даётся мудрость, но как ты прочитаешь эту мудрость и какой потенциал в этой мудрости ты увидишь зависит от твоего собственного состояния ума. то же самое независимость и свобода. Внутри должна быть такая чёткая система и структура простроенная, что она тебе даст эту свободу. Это знаешь, Саша, как балкон, вот представь, балкон, и это, допустим, 90-й этаж, и на нём нет перил, нет ограничений, ты тогда на этот балкон свободы никогда не выйдешь. Понимаешь меня? Ты находишься на высотке и под тобой только платформа и нет ограничений, тебе будет так страшно, что ты не выйдешь. А когда есть перила, которые тебя ограничивают, ты можешь выйти на этот балкон, посмотреть вниз, увидеть ландшафт, изучить лендскейп и почувствовать себя свободным, что ты смог покорить такую вершину в 90-й этажей, увидеть всё то, что недоступно другим, стать обладать некими преимуществами перед другим, потому что ты выше на 90-й этажей. Но на этом этаже тебе нужны ограничения, нужны перила, нужны правила. Правила пользования этим балконом. Так же и по всей жизни. Мы свободны только потому, что мы внутри себя простраиваемся, и у нас есть чёткие, чёткие вот эти перила, на которых твоя свобода зиждется. И для меня это система коучинга, который я провожу, для тебя это твоя система, твоя методология. И я тебе доверяю, я точно знаю, что она работает, потому что я вижу, кто ты. Я вижу, кто ты. Ты для меня просветлённый, ты для меня творец в том, что ты делаешь. И я готова довериться такому мастеру. Да, спасибо, Катерина, за комплимент. Я хочу сказать, какой момент важный, вот подводя итог, да, о свободе, о независимости, о религии. Вот всё-таки эко-человек — это человек, если мы говорим о неком уже сообществе, о неком движении, которое вы возглавляете. Вот эко-человек, он с какими ценностями внутри? С какими ценностями? Я бы с радостью, Саша, ты знаешь, это просто такой глобальный вопрос. Мне было бы проще, если бы ты перечислил свои ценности, а я бы тебе, я как женщина, говорю, откликается, не откликается, если что-то нужно поправить, поправляю. Ты для меня такой глобальный вопрос задал, что просто меня обескуражил. И мне проще попросить тебя о помощи, сказать, Саша, хорошо, подскажи мне с этими ценностями, а что для тебя ценности? Ну, наверное, самая главная первая ценность, которую я мог выделить, это ценность постоянного развития. Потому что мы живем по закону метаболизма, наше тело и все происходящее вокруг. Это закон движения, да, мы знаем, что в физике есть три главенствующих закона, закон движения, времени и пространства. Вот закон движения, это закон, который основан на метаболизме. Если человек развивается в своей жизни, значит, он метаболистичен, он может создавать новые свежие потоки внутри себя и вокруг себя. Поэтому первый закон, это закон движения, это первая ценность, все время двигаться, все время развиваться и физически, и духовно, и морально, интеллектуально. То есть это постоянное. А благодаря движению встает вопрос, а где двигаться и как двигаться? Можно прийти на шальную дискотеку и танцевать до утра, это тоже движение, да? А можно там заниматься йогой, цикун или плаванием или с тренером. И вопрос встает вектора, да? Вот вторая ценность, которая, это направленность всех этих действий, всех этих движений, куда они направлены, на что они направлены. Вот здесь очень важно, чтобы они были направлены на объекты познания мира, которые бы созидательно работали на твою жизнь. То есть если мы говорим про вторую ценность, то это вектор, направленный на познание созидания относительно тебя самого. То есть внутри ты найдешь для себя ответ, да, что выбирать. Или дозу наркотиков и бокал вина, или стакан свежевыжатого сока. Поэтому здесь очень важно понять и себе ответить на вопрос, выбирая, совершая то или иное действие, что для тебя является объектом созидания в этом мире. Вот. И третья очень важная ценность, это ценность уважения ко времени. Потому что время это та самая большая ценность, которая дана каждому человеку, это количество световых дней. На самом деле не так их и много, даже если мы будем смотреть в формате сто лет, потому что время это тот ресурс, показатель, тот показатель, который нам дает шанс и возможность изменить нашу жизнь, подняться и поднять новые уровни и трансформировать нашу суть. и здесь это очень важная ценность, это экологичность, экологичное отношение ко времени. То есть очень разумно и рационально относиться к нему. И вот как только человек ставит эту задачу для себя, экологичное отношение ко времени, он начинает очень рационально относиться к событиям, условиям, ситуациям и обстоятельствам в своей жизни, выбирая что-то и оставляя и что-то убирая из жизни. Вот такой есть момент. Вот, пожалуй, три такие главные ценности, которые можно отнести к человеку. Ну и, наверное, вот еще я бы дополнил ценность, которая прозвучала сегодня, это умение тотально принимать, тотально принимать весь жизненный поток. Здорово. Вот ты сформулировал. Саша, это потрясающе, то, что ты сделал на каждый твой пункт, у меня есть решение в виде некой платформы, клуба, эко-тело созидает тело, кейт-спирит, это практики, связанные с умом, с ментальностью, путешествия, журнал Альманах, и последнее, что принятие себя, это, ну, это как результат всего того, что ты, делаешь в течение жизни, становишься всеобъемлющим. Что такое просветленный человек? У него светлый ум, а что в себя включает светлый ум? То есть он освещает все, он во всем видит свет. Это и есть принятие, это и есть, кстати, принятие учит православие. Вот это одна из тех религий, которая именно сконцентрирована на принятии, принятии, только они говорят рога судьбы, а я говорю счастье, но зато православие не принимает реинкарнацию, а я считаю, что мы есть не что иное, как закон следственной связи предыдущих воплощений. Поэтому вот что такое эко-религия? Это всеобъемлющее состояние личности со светлым умом, с просветлённым сознанием, который созидает себя, созидает общество, является независимым и свободным, как мы сказали, и всеобъемлющим, соответственно, то, к чему мы пришли. Елена, вот смотрите, вот наши зрители пока смотрят, мне очень важно понять, что у них останется в голове, в уме, в сознании, вот благодаря нашим эфирам, какую пользу это несёт. Друзья, вы напишите, насколько вам резонирует такой эко-человек. Напишите свои комментарии, да. Стремитесь к созданию такого эко-человека. Вы знаете, я недавно, Екатерина, вот в завершении нашего эфира, хочу вам сказать, познакомился с трудами Петра Горяева, может быть, вы слышали про него. Есть такой учитель, мастер, я вам отправлю его семинары, лекции, они есть на Ютубе. Я думаю, что вы к ним не останетесь равнодушными. Он уже покинул, он ушёл уже в другой мир, да, то есть он уже сделал переход, и, но, там, познакомишься, вы поймёте, есть неоднозначность об этом во всём, но суть заключается в том, что он говорил об этих возможностях человека. Точно так же, как об этом говорит и Зеланд, и Свияш, и многие другие гору, да, и нашего времени, Пауль Кайли, посвятил книгу «Алхимик» тому, чтобы и кроличи на раму, мы знаем фильм «Секрет», и можно продолжать этот список, и всё, мы с вами это читали, и всё это мы с вами знаем, но суть заключается в том, что вот это безграничное познание себя, через себя мира, да, то есть ты через себя смотришь, познаёшь этот мир, это одно из самых интересных, одна из самых интересных асан, я бы сказал, для жизни человека, да, бесконечно познавать этот мир и наблюдать себя, вот насколько ты в этом присутствуешь, я почему делаю такую сейчас подводку, да, к тому, как вот очень важным звеном рождения энергии, импульса этой энергии является переход от одной программы, от старой программы к новой программе, но эта новая программа через какое-то время тоже устареет, и там появится ещё какая-то другая программа, ну как знаете, Windows, был когда-то там одна версия, вторая, третья, как телефоны, да, которые там уже iPhone 12, а когда-то был iPhone 3, вот это тоже закон метаболизма, закон движения, и в человеке всё время происходит перевоплощение, трансформация за счёт смены программ, и вот здесь у меня два остаётся открытых вопроса на следующий эфир, а что делать, когда происходит состояние перехода, наставника нет, проводника нет, и нету вот такой эко-жены, как вы, которая могла поддержать и убрать бокал с вином из руки, да, но у меня в данном случае есть зависимость, я очень люблю один продукт, я от него очень сильно зависим до состояния, до состояния, полного разочарования, что в жизни всё плохо, это продукт, который меня тотально успокаивает, да, это сыр Der Blue. Сашенька, любимый, я поняла тебя, хорошо, ты знаешь, уже давным-давно есть тофу продукты и соевые продукты, которые по вкусу ничуть не уступают, я здесь в Америке даже, ты знаешь, сделала анонс таких продуктов, они по вкусу абсолютно идентичны, но на базе соевых ростков и постепенно ты переходишь к ним, а потом, когда ешь, ты понимаешь, что в принципе, да что, это же просто химия какая-то, Саша, ты знаешь, я бы тебе делала хумусы, я бы тебе дома делала, у меня 20 рецептов хумусов и я вещаю... Причтите один, мы хотя бы попробуем, сделаем. Да, родной, я когда приеду в Москву, вот каждый день я буду делать тебе новый хумус вместо Дорблю и у тебя сформируется новые вкусовые пристрастия. Вот, вот видите, мы сейчас очень правильно берем такую формулу, да, сформируется, да, новая вкусовая пристрастия, сформируется новая программа, новые привычки, да, например, привычка вставать в 6 утра. Я, кстати, знаете, Катерина, вот благодаря нашей программе я стал спать на полу, вот у меня это было на Випассане, да, когда я был и приехал после Випассана, я где-то года два спал на полу, и тут вдруг неожиданно, вот как-то, вот знаете, полежал я в Шавасане и в итоге уснул, да, потом как-то на другой день, на другой, а потом думаю, и потом до утра, вот прям такое состояние, что не хочется, вот хочется такого жесткого, что-то аскетичного. Саша, позволь, я тебе здесь тоже прокомментирую, как эко-супруга, спать на твердом, это очень-очень созидательно, потому что позвоночный столб должен пребывать в строго параллельном положении, именно горизонтальной плоскости. Но есть небольшие нюансы. Во-первых, пол, это как бы нижний уровень, по которому проходит самый холод, и пол очень сильно охлаждает. И если ты живешь в климатических условиях, где и так холодно, и для того, чтобы у тебя не остывало тело, не остывали почки энергии, спать на полу, нужно быть внимательным, то есть нужно как-то утеплить этот пол, чтобы на нем спать, чтобы твое божественное тело и твои прекрасные почки, генерирующие энергию ци, не охлаждались. Это первое. Второе. Пол должен быть, на нем должен быть такой настил в виде, допустим, какого-то матраса с гречкой, который позволит мышечным тканям все-таки пребывать на мягком, для того, чтобы не случалось какие-то сродни неврологиям, когда очень твердая поверхность передавливает нервные окончания, ухудшает кровообращение, и за счет этого не имеют конечности. Такое бывает, затекает в затылок, не имеют какие-то конечности, потому что слишком твердо. Вот во избежание этого желательно пол, то есть чуть-чуть поднять, мне очень нравится, как делают деревянные настилы в Китае, просто потрясающе. И мне очень нравится, какие шьют матрасы в Индии. И вот сейчас я нашла в России вот эти матрасы из гречки, такой симбиоз. И они прямо, ну вот идеально. То есть нужно класть ковры, вот я нашла персидские ковры в Дубаях, просто потрясающие. В Израиле, какие вяжут ковры, это фантасмагория. И вот бы такой теплый ковер, и на этот ковер вот такой вот толстый матрас, и он очень твердый. И вот это самое экологичное. А когда ты просто спишь на полу, Сашулечка, я бы во время шавасаны, да, это хорошо, и то под голову лучше что-нибудь класть, чтобы не затекал затылок. Да, да, да. Да. Вот я бы на твоем месте поехала бы с тобой, выбрала бы эти ковры, нашла бы мастеров, кто сами это делают, ну так, чтобы мой возлюбленный спал вот именно вот прямо на гречке, чтобы ему было хорошо-хорошо. Но аскеза, Саша, аскеза для мужчин, она всегда приветствуется. Да и для женщины, на самом деле, аскеза это естественный, естественный, как бы поток жизни, проживания. Я даже как женщина, для которой комфорт, само собой разумеющийся, я тоже очень аскетична. В питании, например. Да, я люблю наряды, я люблю быть красивой, но даже в тех же нарядах я тоже достаточно аскетична. Для меня главное, чтобы это было качественно, удобно, красиво. Но на самом деле, аскетизм это естественно. То есть, особенно для мужчины, то есть, чистота главная, наверное. Хорошо, Саша. Сирина, смотрите, да, вот два вопроса, которые у меня созрели, почему я заговорил про пол, про аскезу. Вот здесь очень важен переход, для того, чтобы мы двигались, скажем, к новому уровню, своего развития. Здесь очень важно уйти от старых программ и перейти к новым программам. И очень важно, чтобы в этом состоянии перехода кто-то тебя поддержал. То есть, должна быть какая-то система мотивации у человека для того, чтобы он удержался вот в этом переходе. И дошёл, сформировал, потому что на формирование новой программы необходимо время, на формирование новых привычек. И случайно говорят, что нужен 21 день для того, чтобы сформировалась эта привычка. И, пожалуй, в жизни это такой достаточно сложный период, сложный этап, вот когда ты формируешь какую-то новую программу. Вот, например, я сейчас начал изучать криптообменники, и для меня это был шок, потому что я там не понимал, как это всё устроено, но разобравшись, я понял, как легко можно всё это обменивать, менять, переводить. Это всё просто необходимый инструмент в наши дни владеть вот именно пониманием, как устроен крипторынок и блокчейн. Тоже, также есть какие-то темы, которые, например, социальные сети, маркетинг, социальный маркетинг, как, например, и культура ухаживания за своим телом и вообще культура питания, да. Многие даже не знают, что такое нутрициология, да, почему очень важно делать анализ и смотреть микроэлементарный уровень, там, почему важно, к примеру, там, убрать всё молочное, да, и прочие-прочие моменты. Вот, и когда человек знакомится с новой информацией, где-то внутри у него мурчит, да, это откликается. Но, но происходит так, что, происходит так, что у него нет ресурса на реализацию этого действия. Вот в чём я, к чему пытаюсь подвести этот наш, такую долгую подводку делаю, что нет ресурса. То есть, вот человек сидит, слушает материал, да, вот я, например, слушаю, понимаю, здорово, мне для моей жизни это очень подходит. Но как это воплотить в жизнь? Потому что, вот мы поговорили, поговорили про еду, и она, вот смена вообще вот этого рациона питания, это непростая история. То есть, да, я там больше добавил сухофруктов, ещё чего-то, ещё чего-то, но состояние организма, оно же формировалось под влиянием тех, того пищевого рациона, который у меня был в течение нескольких лет, да, и моё тело, получается, несколько лет к этому привыкало, привыкло, даже пусть в ущерб себе, оно даже где-то страдает, и наверняка там есть где-то какие-то грибы, которые надо уничтожать, чем я и занимаюсь бесконечно, постоянно. Но суть в чём, что вот ты какое-то количество времени во что-то входил, а для того, чтобы сформировать новую экологичную программу, которая будет вот именно созидательно работать для тебя развивать твоё тело, твоё здоровье, твой дух, то для этого нужно состояние перехода. Вот понимаете, Екатерина, не хочется на это тратить очень много жизненных лет, десятков, чтобы к чему-то подойти, да? Вот я так понимаю, коротких путей здесь нет. Да нет, есть. Судя по тому, что вы постоянно говорите, что вы двигались всю жизнь к этому. Сашечка, родной, да, конечно же, есть. И у меня на это есть программы, они очень результативные, и трансформации происходят очень быстро. Даже за неделю я вижу результаты, а за месяц какие результаты, это просто фантасмагория, бизнес меняется у предпринимателей, с которыми я работаю. И это как я к тебе, если обращусь, Саша, напиши обо мне книгу, я всю жизнь мечтала об этом. Тебе не нужно всю жизнь, ты можешь ее сделать за месяц, если очень сильно сконцентрируешься. Так же и я, приходя в жизнь бизнесменам и проводя им эко-коучинг, они, меняется их тело и сознание, и бизнес. И это очень созидательно, и это потрясающе. Мы, Саша, уже этот путь проделали как мастера. Соответственно, мы можем помочь огромному количеству людей и очень-очень быстро. И у нас с тобой есть программы и социальные, и бесплатные, и платные, и недорогие, и вип-услуги. То есть, в зависимости от запроса ученика. Собственно, ну, это же так, естественно, так, 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 естественно. И я вижу, сколько позитивных эмоций пишут наши подписчики. Они пишут, вот, Вика, ребята, разговор с вами так откликается, вы очень вдохновляете, спасибо вам за вашу беседу. Вот дальше пишет Галина, все созвучно, все, что вы говорите, благодарю вас, друзья. Дальше пишет девушка-йога, спасибо за полезный эфир, ребята, так интересно. Вот Света пишет, абсолютно резонирует, благодарю вселенную, что такие люди, как вы, есть в моем поле. Низкий вам поклон. Сашечка родной, спасибо тебе огромное, что ты своей векторной силой создал это интервью, задавал такие потрясающие вопросы, сам же на них отвечал. А я тобой так любовалась, так любовалась и думала, какое счастье быть в поле этого Бога. Спасибо тебе огромное. Я уже жду следующего эфира и знаю, что для меня это как таинство, как занятие любовью, как тантра. Саша опять полюбит меня своими прекрасными вопросами, сам же на них ответит, если я не справлюсь. Это так здорово. Отлично, Катерина, я тоже очень рад. Мы все получаем опыт от этого общения, от этого диалога. Да, конечно, тема придет, как говорится, свыше, и мы посмотрим, что мы сможем раскрыть в следующий раз. Но мне бы очень хотелось быть самому в этом эксперименте, поэтому для меня эти интервью, это еще и мой собственный путь, моя собственная жизнь. Поговорите. Благодарю тебя, мой родной. Отлично. Твои теплые спала. До следующей недели. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok